Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Внешняя и внутренняя политика, выборы 2018 года, экономика и другие вопросы. Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Условия для привлечения кадров. Врачам Нерингвинской больницы вручили ключи от квартир. Работа на воде и на льду для инспекторов по маломерным судам республики провели практические занятия в Якутске. Почти три часа прошло с начала ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. 13-е по счету собрало свыше полутора тысяч журналистов российских, региональных и зарубежных масс-медиа. Как и всегда, Кулпера интересуют разные вопросы, в их числе внешняя и внутренняя политика, экономика страны. Самым первым прозвучал вопрос о грядущих выборах президента страны и об участии в них действующего главы государства. Могу вам сказать, главное, на чем я считаю необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. И это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Вот это в самых общих чертах. Без внимания журналисты не оставили и вопрос развития арктической зоны России. У нас целая программа, выстроенная по развитию Арктики. Здесь важно только, чтобы промышленное освоение Арктики, основные наши запасы минерального сырья, но вот освоение вот этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, с соблюдением всех требований, которые предъявляются хозяйственной деятельностью в этом очень чувствительном регионе. Это первое. Второе – обеспечением безопасности и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе. Ну и, наконец, есть ещё одно важное соображение. Нужно никогда не забывать об интересах малых коренных народов Севера. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя нарушать их традиционных хозяйственных интересов и так далее. А если что-то неизбежно вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны быть представлены меры по компенсации и замещению. К другим темам в Москве стартовали Дни Якутии. В их программу вошли и Дни субъекта в Совете Федерации. Сразу в пяти профильных комитетах провели заседания с участием представителей Якутии. В одном из них – заседании Комитета по федеральному устройству – участие принял руководитель региона. В своём выступлении Егор Борисов затронул темы совершенствования законодательства развития арктической зоны и снятия инфраструктурных ограничений в регионе. Также он вручил сенаторам юбилейные знаки за вклад в законодательную базу севера страны, посвященные 385-летию хождения Якутии в состав российского государства. Дни Якутии ждали в Совете Федерации. Надо сказать, что не только в Дни Якутии, но и в другие периоды. Мы очень часто размещаем выставки Якутии. Приезжают творческие коллективы. Поэтому мы за Якутией следим, смотрим, восхищаемся, насколько идёт быстрый темп и динамика в развитии культуры, инфраструктуры в целом. В то же время мы видим, что проблем ещё очень много. В частности, вот Дни Якутии в Совете Федерации помогают. В Якутии открыли Центр по выплате пенсии и обработке информации. Ему передали часть функций, которые ранее выполняли территориальные органы ПФР. Это введение регистрации учёта страхователей, предоставление информации из базы данных в рамках межведомственного взаимодействия, формирование и введение сведений о получателях государственной услуги. На церемонии открытия побывала Сарглана Фёдорова. Одно из приоритетных направлений деятельности Пенсионного фонда – внедрение современных форм и методов работы в процессе установления и выплаты пенсии, в том числе и путём оптимизации структуры. Подобное преобразование позволит перейти на электронные процессы и сократить обработку информации, что исключит вероятность коррупционных рисков на разных уровнях обработки пенсионного процесса. Новый Центр будет осуществлять электронные взаимодействия с территориальными управлениями, с доставочными организациями, а также межведомственные взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями. Если раньше у нас было 22 территориальных управления, работающие непосредственно с доставляющими организациями, то сейчас у нас один единый центр, который будет работать непосредственно из города Якутска. Выплата пенсии у нас производится через оставляющие организации, это Почта России и кредитные учреждения. Также центр занимается обработкой информации. Обработка информации – это регистрация страхователей в соответствии со 167-м федеральным законом. Центр будет заниматься своевременным начислением и выплатой пенсий и иных социальных выплат. С 1 января 2018 года запланирована индексация страховых пенсий на 3,7%. С 1 февраля индексация ЭДВ и пособий на погребение умерших неработающих пенсионеров на 3,2%. А с 1 апреля предусмотрена индексация социальной пенсии на 4,1%. Благодаря современным технологиям теперь специалисты имеют возможность первую выплату пенсий производить в течение 15 дней с момента назначения. Кроме того, большое направление работы нового центра – это обработка информации. Мы взаимодействуем с огромным количеством организаций и партнеров. Только в процессе доставки пенсии у нас участвует Почта России, 16 кредитных учреждений, которые находятся в Якутске, в Мирном, в Нейрюнгре. Поэтому вся работа с ними будет теперь централизована в новом центре. Текущая реорганизация не повлечет никаких изменений при обслуживании населения. В городах и улусах в прежнем режиме работают клиентские службы, которые будут принимать граждан по всем вопросам. Саргалана Федорова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Врачи Нерюнгринской районной больницы получили ключи от служебных квартир. Таким образом, в учреждении реализуют политику закрепления кадров. Жилье предоставляют по муниципальной программе. Подробности у наших корреспондентов. Надежда Бандерова работает в психоневрологическом диспансере города Нерюнгре четвертый год. Сразу после окончания медицинского института в Якутске молодой врач-психиатр устроилась здесь на работу. Надежде приходилось снимать квартиру, менять место жительства. Узнав о муниципальной программе, она подала заявку. В конце ноября в Нерюнгринской центральной районной больнице прошла жеребьевка, где между молодыми специалистами распределили сразу девять квартир. Ну, такой действительно волнительный момент. И я уже какие-то строю планы, как это будет все выглядеть, как создать очаг уютный, чтобы было приятно после рабочего дня вернуться домой. Уже в начале декабря состоялось торжественное вручение ключей в вахтовом зале больничного комплекса. Согласно программе, муниципалитет купил квартиры в порядке установленной для врачей очереди. Количество комнат в квартире зависит от того, сколько в семье врача человек. Соглашение подписали. У нас в бюджете заложено финансирование для приобретения этих квартир. Это будет продолжаться, потому что нужно всем миром помочь нашему здравоохранению, чтобы у нас как можно больше молодых специалистов приехало. Новоселы заселятся в квартиры в течение трех дней после заключения договора о предоставлении служебного жилья. Надежде Бандровой выделили однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Счастливый новосел оценивает получение квартиры как шикарный подарок в канун наступающего Нового года. Кроме того, в Нерингринской центральной районной больнице есть претенденты на получение жилья в следующем году. Ими стали молодые врачи-специалисты, которые поступили на работу в больницу в октябре-ноябре 2017 года. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Аяло Моссов. НВК Саха. Нерингрин. В Якутске продолжаются тренировочные сборы экстренных служб республики. Накануне участники наблюдали за ликвидацией пожара в крупном торговом центре, а сегодня на переправе Хатас и Павловск прошли практические занятия государственных инспекторов по маломерным судам. С подробностями Виталий Абрамов. Инспекторов ГИМС созвали со всей республики. После интенсивной теоретической части их обучают новым методикам и правилам взаимодействия с остальными органами исполнительной власти. К примеру, во многих районах Якутии нету таких пунктов весового контроля. Установлен весовой пост на правом, на левом берегу и комиссионно в составе управления дорог МЧС, ГИБДД производится замер толщины гда и устанавливается определенный грузоподъем. Помимо того, знакомят с другими видами техники, которые в скором времени появятся у них на местах. Оборудование для работы на ДТП, на техногенных катастрофах и так далее, для резких металлов, все что угодно можно сделать. Есть подразделения, приехали представители, где есть переправы ледовые, есть подразделения, в которых нет. Поэтому идет обучающий процесс, нормативную базу мы повторили на занятиях, сейчас идет закрепление практической части. Ну и, возможно, самое главное для обучающихся – правила оборудования ледовой переправы протяженностью более километра. В данном конкретном случае длиной 24 тысячи метров с четырьмя полосами. Попутно идет знакомство с новым георадаром Пикор-5. Вот эта резервная закрыта, она заливается, уже залита. Впервые проезжаем по всей полосе. Например, у нас переправа протяженность где-то 500 метров, 500-600, а здесь получается более 20 километров. И как бы мне это более интересно, чем стоять на берегу, там как бы знаки получаются одинаковые, вешки и так далее. Вот то, что это. И вот некоторые районы, у которых нет переправ, они тоже друг другом делятся опытом. Очень интересно, как бы познавательно, что действительно контроль точный проводится. Не так не на глаз, как мы, допустим, смотрим или по путевым листам, это самое, может быть, тоже как бы скрывают грузоподъемность транспорта. Но здесь, конечно, уже не обманешь. Кроме того, большое внимание было уделено вопросам информирования населения, прогнозу рисков на водных объектах, оказанию первой медицинской помощи, а также государственного и технического надзора за ледовыми переправами. Виталий Абрамов, Владимир Паюрский, НБК Саха, Якутск. И последнее. В Москве стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык». Его посвятили столетию за дня рождения якутского поэта Семена Данилова. Конкурс проходит в три этапа среди учащихся восьмых и девятых классах сельских школ. Первые два прошли дистанционно. Заключительный этап проводится в столице страны. Самую крупную делегацию участников представила Якутия. Это школьники из Мегина-Кангалацкого, Нюрминского, Уссалданского и Жиганского районов. На заключительном этапе участники представили презентацию своего региона и визитку, куда вошли и доклады. Результаты и итоги станут известны завтра. Мы со своим другом будем рассказывать доклад про нашу детскую общественную организацию Нюрба-РЛ. Мы очень надеемся победить, потому что прошли очень большой конкурс. Я очень рада здесь оказаться. Я, честно говоря, не верила, когда сказали, что я поеду в Москву. Ну, это так неожиданно. Я буду рассказывать о профориентационной работе нашего педагогического отряда «Креленные мечтой». Как работаем, по каким направлениям. Также будем выступать тоже по этому, по единому детскому движению, представлять наш УС. Надо делать такие мероприятия, так как будет больше детей, которые будут ораторами, и Россия будет развиваться еще дальше. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова